Здарова пацаны, на связи Макс Орлов, Fullstack веб-разработчик на удаленке И сегодня у нас долгожданное видео про английский язык Я знаю, что некоторые из вас ждали это видео, и я тоже очень хотел его записать Потому что я действительно хочу делиться с вами теми инструментами, которые я сам использую и которые реально работают Кстати пацаны, помимо английского я еще занимаюсь йогой, но не просто растяжкой, а такой более силовой На самом деле нормально так прокачивает И я убежден, что нам нужно компенсировать нашу сидячую работу, давать нагрузку на организм, гонять кровь И такая интенсивная силовая йога помогает нам, во-первых, поддерживать здоровье, а во-вторых, она повышает продуктивность и в работе тоже И у меня есть идея в будущем создать такой онлайн-марафон, типа йога для программистов Где мы с вами вместе будем заниматься, там может быть, три раза в неделю Чтобы развиваться еще и в других направлениях, а не только в веб-разработке В общем, если вам интересна эта тема тоже, то дайте мне знать, пишите в комментах, а сейчас возвращаемся к английскому Конечно, мой канал на тему веб-разработки, и английский язык не связан с ней напрямую Но тем не менее, я часто слышал, когда на вопрос, какой язык программирования изучать первым, ребята отвечали Английский На самом деле, я не совсем с этим согласен, потому что, основываясь на моем опыте, английский язык практически не нужен в нашей профессии За исключением тех случаев, когда вы планируете работать именно на зарубежную компанию или, может быть, приехать за границу А если вы работаете в СНГ с русскоязычной командой и так далее, английский язык вам, по сути, и не нужен Потому что документация популярных фреймворков зачастую уже переведена на русский язык Переводчики в браузерах также работают очень хорошо Ну а просматривая видео на тему веб-разработки от наших зарубежных коллег Не так уж и важно, на самом деле, понимать, что они там говорят, потому что мы видим код Я раньше очень много видео смотрел на английском языке, когда осваивал тот же Laravel Я оформлял подписки на зарубежных сервисов За ежемесячную абонентскую плату получал доступ к полезным видеоматериалам И мне всегда хватало того, что я вижу, что человек делает, какой код он пишет Я повторял за ним, и мне все было понятно Поэтому, на мой взгляд, знание английского языка не так уж сильно влияет на успех нашей профессии Другое дело, если вы планируете уезжать за рубеж или работать на зарубежной компании Тогда, конечно, вам необходимо начать учить английский язык, причем как можно раньше Моя же история изучения английского языка началась пару лет назад, когда мы зимовали в Индии на Гуа И тогда я понял, что очень хочу говорить на английском Потому что я его вообще не знал на тот момент Я в школе изучал немецкий, если можно сказать, что изучал А на английском знал только какие-то отдельные слова То есть не знал ничего про грамматику, как строить правильные предложения и так далее А когда те же индусы говорили мне что-то на английском, я просто стоял и хлопал глазами Реально стрёмные ощущения, и тогда я принял решение, что вернусь в Россию и начну заниматься английским языком Я начал гуглить информацию о том, как вообще лучше изучать английский язык И, конечно же, мне попалась популярная школа английского языка Skyeng Я записался на пробное занятие, затем выбрал преподавателя, и мы начали заниматься Следующие полгода я занимался в Skyeng, сменил двух преподавателей Мы занимались с ними по два раза в неделю Помимо этого я выполнял различные домашние задания Заплатил за это время порядка 50 тысяч рублей, но результат был очень слабый Я уже мог что-то говорить, но, тем не менее, было много вопросов Всё было как-то хаотично и непонятно, не было какой-то структуры Короче, в Skyeng мне не понравилось, и я начал искать другие способы изучения английского языка И я нашёл этот способ, с которым я сегодня с вами и поделюсь Ребят, сразу скажу, что это не реклама, и сам по себе способ вообще бесплатный Я просто делюсь с вами той информацией, которую сам попробовал, и то, что реально работает Поэтому, пацане, представляю вашему вниманию методику изучения английского языка, по которой я занимаюсь Та-дааа Ха-ха, да, пацаны, как не банально звучит, но это просто плейлист на YouTube Я занимаюсь по этому плейлисту около года, и могу сказать на своём опыте, что это просто супер-мега крутая тема Потому что я на самом деле изучал английский с нуля, то есть я начал прям с первого урока с нуля, и это очень-очень эффективно. Какие же преимущества есть у этого подхода? Во-первых, что немаловажно, это бесплатно. То есть тут никто с нас не спрашивает никаких денег, все видео в открытом доступе, и мы можем спокойно проходить их в любое время. Единственное, что у автора канала подключена монетизация, то есть в процессе видео вам показывается реклама. И только из-за этого я оформил на ютубе платную подписку, которая стоит там 100 или 200 рублей в месяц, то есть чтобы смотреть все видео без рекламы. То есть теперь я смотрю там на мобильнике и другие видосы на ютубе без рекламы, и это реально очень удобно. Но даже эти 200 рублей в месяц за платный аккаунт на ютуб, это вообще ничто для изучения английского языка. Тем более, что до этого я платил там почти по 10 тысяч в месяц на Skyeng. Во-вторых, этот способ очень эффективный и одновременно очень простой, потому что у автора канала есть своя методика, которую я лично нигде не встречал, и она реально очень-очень эффективная. От нас требуется просто смотреть эти видео и повторять за преподавателем. Причем не нужно даже ничего записывать, запоминать специально, за счет того, что предыдущие темы повторяются в следующих видео, за счет постоянного повторения оно само как-то автоматически все запоминается. Это просто магия какая-то. Следующая фишка это то, что мы можем изучать английский в любое время и в любом месте. Например, когда я нахожусь на автомойке, пока мою тачку моют, я изучаю английский. Когда чищу зубы с утра в наушниках, могу изучать английский. Когда я еду куда-то в далекую поездку, я включаю в тачке и тоже еду, изучаю английский. То есть тут нет никаких ограничений, как, например, в других способах, когда вам нужно с преподавателем в конкретном месте в конкретное время сидеть за компьютером, там разговаривать. То есть я могу включить English в наушнике и телефон положить в карман, мне даже в монитор смотреть не надо. Конечно, в идеале все-таки смотреть, особенно в начальном этапе вы будете смотреть, чтобы наш мозг запоминал, как пишутся какие-то слова. Но сейчас я практически не смотрю, только изредка подглядываю, чтобы посмотреть, как выглядит то или иное слово. А так эта тема реально работает во всех направлениях, потому что вы, во-первых, слышите, как говорит преподаватель. Вы сразу тренируете аудирование. Во-вторых, вы видите, как он пишет, да, печатает. Вы, конечно, можете за ним печатать тоже след, то есть еще тренировать writing, да, типа написание. Но я лично этого не делаю, потому что мне лень. То есть мне хватает только восприятия на слух и вот визуального контакта. И, конечно, мы здесь тренируем произношение, потому что мы постоянно повторяем за преподавателем. То есть мы прямо начинаем говорить с самого первого видео. Прямо с самых первых секунд мы начинаем говорить, и это продолжается во всех без исключения видео. То есть мы в процессе всех видео постоянно-постоянно просто повторяем за ним, и это все магическим образом запоминается. Ну, конечно, объясняется эти правила грамматики, но эффективность еще заключается за счет того, что по мере прохождения лично у меня не остается вообще никаких вопросов. Почему здесь пишется так? А почему здесь так? А почему здесь это надо? А почему здесь это не надо? То есть он это все объясняет, потом мы это отрабатываем там на протяжении там нескольких видео, и оно вообще откладывается все прям реально до автоматизма. Еще одно крутое преимущество изучения по этому способу, это то, что мы можем сами регулировать скорость, с которой мы изучаем английский язык. Вот, например, плейлист содержит 800 видео, да, и написано, что это именно с нуля до уровня Advanced, то есть до самого высокого уровня. Хотя я, честно говоря, не знаю, я не проверял, последнее видео не включал, и не знаю, записан ли этот плейлист до конца. Но вообще этот автор ведет канал постоянно, то есть чуть ли не каждый день выкладывает новые видео, у него там есть и другие плейлисты. Я просто выбрал именно зеленый вот этот плейлист, потому что, как я понял, он наиболее такой интенсивный. А там есть плейлисты, где больше тысячи видео. Мы будем считать, что за эти 800 видео мы полностью с нуля до уровня Advanced освоим английский, да. И таким образом мы можем посчитать, что если мы будем проходить по одному видео в день, то нам понадобится там порядка 800 дней. А это, ну будьте добры, чуть ли не три года, да. И потом я подумал, а что будет, если я буду изучать по два видео в день? То срок сразу сокращается вдвое, то есть вместо трех лет у меня уже будет полтора года. Ну, вроде одно видео в день или два видео в день, не так принципиально, да, плюс-минус одно и то же. А в общий получается, что в два раза меньше срок, то есть в три года или полтора. Я решил, что буду изучать по два видео в день. Потом я пробовал изучать уже по три видео в день, но мне тогда показалось, что это чуть-чуть тяжеловато. Потому что у нас мозг уже не привык изучать новую информацию, да, там в школе мы постоянно учили, там какие-то стихи и так далее. А так сейчас уже, ну, понятно, что мы изучаем веб-разработку, но мы не учим ничего наизусть, как бы не запоминаем особо. Поэтому мозг у нас реально отвыкает, что изучать. И поначалу было тяжеловато по три видео проходить. Ну, еще я подумал, что это не так уж сильно изменит общий срок, то есть там будет не полтора года уже, а год. Ну, разница не такая большая, год-полтора, не такая большая, как три года или полтора, да, то есть прям сразу в полтора года разница. Поэтому я все-таки выбыл для себя по два, мне было комфортно в таком темпе. То есть каждое утро, когда я садился за работу, я стабильно, у меня прям вкладочка здесь всегда висела с последним видео, я сразу включал и проходил как бы по два видео утром. То есть они, ну, поначалу тут видео подлиннее, но вот они в принципе 15-20 минут в основном видео занимают. Я проходил сразу на скорости полтора, ну, то есть 15 минут примерно на одно видео у меня уходило. То есть два видео это полчаса, просто полчасика всего лишь в день, по утрам там или где угодно, там, пока вы куда-то едете. Главное, ну, в идеале вслух все это произносить. И вы реально изучаете английский и двигаетесь очень быстро. То есть за полтора года вы сможете это пройти в таком режиме. Ну, может чуть больше, если там выходные отдыхать, потому что я лично изучаю именно по будням, а выходные специально отдыхаю, чтобы с понедельника опять начать с новыми силами. То есть я выбил для себя такой режим, но на самом деле сейчас я уже прохожу по пять видео в день, потому что я уже прошел первый уровень, уже сейчас заканчиваю второй уровень, и я чувствую такой огромный прогресс, у меня прям такая мотивация поднялась, что я реально уже говорю, прям такие длинные предложения. И самое главное, я понимаю, почему я так говорю, правильно грамматика, вопросы, как задать в прошлом времени, в будущем, в настоящем. Плюс ко всему, я недавно ездил в Европу, был в Амстердаме, мне там очень понравилось, и я как раз уже и опробовал вот эти знания английского языка там, разговаривал там с европейцами и прям вообще кайфовал реально. И теперь у меня прям такая мотивация, что я сейчас фигачу реально по пять видео в день. Это занимает около часа, но в то же время я очень быстро двигаюсь, ну то есть я за неделю там 25 видео изучаю, за две недели уже 50 видео, то есть тут 800 видео, если в таком режиме фигачить, то за год можно вообще все это пройти. Ну все зависит опять же, как вы будете это усваивать. Я нашел картинку, что в английском языке есть несколько уровней, вот Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, слабый средний, Intermediate средний, Upper Intermediate и Advanced. И в плейлисте первые 200 видео это вот начальный уровень Beginner, и он на самом деле очень насыщенный, то есть там очень много правил различных, вот этих базовых, которые потом используются везде в остальных уровнях. И первый уровень, он занимает 200 видео, и достаточно такой длинный, то есть и немножко тяжеловато может показаться. Но потом вот, когда я начал Elementary, я использую все то, что изучил в Beginner, и по сути там просто более длинные фразы, более длинные предложения, ну и лексика новая какая-то, какие-то моменты из других уровней, конечно, берутся, но тут уже просто кайф пошел вообще офигенный. То есть я сейчас уже заканчиваю вот этот уровень, и скоро начнется у меня уже Pre-Intermediate. Это я вот прямо к концу года минимум хочу вот до среднего дойти, и на самом деле даже если я останусь на этом уровне, Elementary, да, то я уже могу ехать куда-то и общаться, то есть правильно задавать вопросы, говорить, понимать, что мне отвечают. Понятно, что не очень круто, может быть иногда с ошибками, не очень быстро и так далее, но неважно. Главное, что я могу говорить, меня понимают, и мне могут отвечать, и я понимаю. То есть реально даже пройти пол плейлиста, это будет уже мега полезно. Я сейчас прошел уже сколько видео? 300, порядка 350 видео у меня сейчас пройдено. На самом деле я еще не сказал о том, что я изначально начал еще другой плейлист, оранжевый, он тоже очень крутой был, но он был там тысяча с лишним видео, наверное, видео 200 я там уже посмотрел, но я даже за эти 200 видео не дошел до второго уровня. И даже до прошлого времени, по-моему, я там не дошел за те 200 видео, а тут за 200 я уже прошел весь первый уровень. То есть этот плейлист реально более такой интенсивный, более быстрый, поэтому я вот его вам и рекомендую. Я вот прошел на нем уже вот порядка там 350 видео, иду на 400, то есть до конца этого месяца я уже закрою 400 видео, вот. Но скорее всего я сейчас буду повторять еще некоторые темы, то есть последняя тема у меня сейчас идет в прошедшее время, и там сложные глаголы, которые имеют разную форму, да, в настоящем времени, в прошедшем времени, и вот это немножко сложно запоминается, поэтому я вот, начиная с видео 350 до 400, наверное, где-то, я потом еще разок пройдут. То есть бывают такие моменты, когда вы чувствуете, что не совсем уверенно, да, вот материал усвоился, вы можете вернуться назад спокойно, и еще раз это пройти, и тогда это точно отработается. То есть вы сами себе хозяин. Короче, пацаны, реально записывайте себе, знаете, на холодильник, там, на монитор вешайте бумажку, что английский язык каждый день перед работой, там, полчасика, по два видео, и все, и будет вам счастье. Через месяц прям напишите мне здесь комментарий, как у вас это получается или нет. Ну, конечно, при условии, что у вас есть мотивация, и вы знаете, зачем вам английский. Я лично для себя выбрал такую цель, что я хочу поехать в Европу пожить, может быть, в Америку, да, я хочу больше путешествовать. И, во-вторых, изучение вообще иностранных языков, это очень полезно, потому что новые, там, нейронные связи образуются в мозгу, ну, просто это полезно для, улучшает память и так далее. Так что, ребят, от души вам рекомендую. Добавляйте, кстати, в наш чат в Телеге, может быть, мы там с вами пообщаемся по-английски, потому что я тут уже с соседом общаюсь тоже на английском языке, он тоже проходит этот плейлист, у меня жена уже начала изучать. Короче, я тут всех подсаживаю на это дело, и вам желаю. Так что, ребят, спасибо за просмотр, ставьте лайк, и до связи. Всем пока.